Итак, дорогие друзья, курс 14. Посмотрите курс. 12 уроков, все очень подробно разобрали. Смысл такой. В 14 курсе мы к нашему Django проекту присоединяем Markdown. То есть у нас появляется нормальный Markdown, чтобы вам было интересней, в составе сайта к нашему Django проекту подсоединяем Markdown. При этом Markdown работает на своем движке, что классно. То есть вы можете дальше полноценно улучшать Markdown, делать там свой внешний вид, делать документацию. Все это классно. Мы рассмотрели, как очень подробно, как это сделать. Писали URL, писали представление. Потом я рассказал мелочи, допустим, чтобы могли только зарегенные пользователи. Потом я рассказал мелочи по настройкам. В общем, все разбирали очень-очень подробно. Кто начал с этого курса только смотреть видео, это сайт spb-tut.ru. Ссылка на курс есть в описании видео. Для вас он будет немножко по-другому выглядеть. Мы изучаем, кстати, Django 2. Здесь я показал, как часто, если, допустим, вот изменились у нас некоторые настройки по сравнению с Django 1.11. То есть главное знать, а показал, как часто быстро обнаруживать пути новые, чтобы вы не путались. Потому что для новичков это целая проблема. Увидят, что красным горит, не работает. На самом деле выеденного яйца не станет. Вот я вас научил. Главное знать, что есть что. В общем, я думаю, сейчас программирование будет интереснее. Как я рекомендовал, обязательно введите документацию проекта. Записывайте код. Важные куски кода. Обучение тогда будет в разы быстрее. Ребят, это очень важно. На начальном этапе программирования я этого не делал. И очень многое упустил. Сейчас я очень рекомендую делать это. Поэтому мы сделали таким образом. Ну, а кто начал с этого курса, нажимаем, приходим на сайт spb-tut.ru. Нажимаем получить логин и пароль. И начинаем заниматься. И уже пользуясь этим видео, ребят, обращаю внимание. Нажимаем еще. Здесь есть Python for Android и Kotlin for Android. Обязательно изучаем два языка. Это читаем, нажимаем быстрый старт, делаем уроки. Это уже другая тематика. Но тем не менее, в этих проектах мы используем Mark Daven. Я показывал в предыдущих видео. Но столкнется-то на этом сайте. Читайте и изучайте и Kotlin, и Python, и Django. То есть, обязательно изучайте два языка. Один язык изучайте статической типизацией. Python и Kotlin звучат легко, потому что они разные, как верблюд и самолет. То есть, запутаться негде. И тот, и тот ляжет. И время будет инвестировано правильно. Все, спасибо за доверие. Успехов!